Здравствуйте! Вы смотрите масштабное реалити-шоу «До и после». Сегодня вы увидите историю преображения о том, как обычная няня превратилась в романтичную красавицу из 60-х. Римма Усманова, 47 лет, одна растит двоих детей. После неудачного замужества не разочаровалась в мужчинах и не теряет надежду найти снова того самого человека, который поддержит, поможет и будет с ней навсегда рядом. Римма ухаживает за собой, старается быть моложе и готова пойти на эксперимент публичного преображения ради своей молодости. Римма, я приветствую тебя на нашем проекте «До и после». Как ощущения, как ты себя чувствуешь? Позитивно, я очень настроилась. Настроилась на что? На изменения в жизни. Как говорят психологи, если хочешь изменить себя, то надо начинать это уже. Отлично. Ты меня прям сразу в такой ступор вела. Неужели знание психологии как-то влияет на отношение к нашему проекту? Да, конечно. У меня сестра психолог, она меня тоже посоветовала. Сходи, конечно. Если ты себя сейчас изменишь, ты можешь изменить свою жизнь. А как ты хочешь себя изменить? Ну, я хочу кое-что подкорректировать в себе. Мне кажется, что есть какие-то в лице такие, которые уже меня очень волнуют. Я очень хочу это поменять. Сколько тебе лет? Будет 47. Ну, ты чудесно выглядишь для 47 лет, я тебе скажу. Ну, я же стараюсь. А как ты стараешься? Я делаю маски, я постоянно слежу за собой. Хорошо. И плюс генетика. Хорошая генетика. Скажи, пожалуйста, ну, вот мы тебя изменим. Ты станешь выглядеть моложе, лучше. Какие цели ты преследуешь в жизни? Что ты хочешь именно поменять? Ну, внешность, конечно. Хочу, чтобы мне лицо было молодое, красивое такое, свеженькое. Чтобы оно меня радовало. Чтобы ты утром вставала, смотрела в зеркало и радовалась тому. Сейчас я встаю, думаю, боже мой, вот это вот уже не то. Это тоже меня уже очень даже, как бы, огорчает. Ну, отлично. Мы поменяем тебе лицо. Ну, не поменяем, конечно. Я думаю, что мы омолодили. Я думаю, Дженни Ферлопес, я не стану. Для этого, наверное, не лицо надо, но ладно. Ну, может быть. Оставим пока этот вопрос. Вот мы, значит, омолодили тебя. Что дальше? Я думаю, что, может быть, у меня изменится жизнь. Я на это надеюсь. А как ты хочешь, чтобы она изменилась? Ну, у меня столько много всего в голове, что я сейчас об этом не хочу говорить. Ну, например, ну что тебе не хватает? Ну, скажи, скажи, что. Ну, что тебе не хватает? Ну, каких-то, наверное, таких новых отношений. Вот. А ты это поподробнее давай. Ну, я хочу, чтобы меня полюбили, я была любимая. Не только внешне, но и внутренний мир был интересен. Ты считаешь, что тебя мешает полюбить твоя внешность? Нет, не то, что моя внешность. Это, наверное, мои какие-то, может быть, страхи внутренние. Мне кажется, что я как-то выгляжу не так, что которым... Ну, может быть, они мне и мешают. Ну, хорошо. Я думаю, что при знакомстве с нашими экспертами мы увидим ситуацию целиком. И уже решим тогда, как мы можем тебе помочь. Ты готова? Спасибо. Я надеюсь. Уважаемые эксперты проекта «До и после». Здравствуйте. Я хочу представить вам нашу новую героиню. Ее зовут Римма. Римма хочет измениться. Она хочет каких-то изменений в жизни. Вот хочу помочь ей. Я думаю, что вы со мной согласны, что ей нужны какие-то изменения. Не правда ли? Ну, а Селя, я думаю, первая, наверное, скажет свое мнение. Пожалуйста, подходи. Здравствуйте, Римма. Я стилист и миджмейкер. Я вас с большим удовольствием проконсультирую. Мы определим с вами цветотип, психотип, а также в повседневной жизни выберем гардероб. Аселечка, ну ты можешь нам сейчас сразу сказать, какие, может быть, ошибки в образе нашей героини? Хотя, ну, возможно, она не собиралась, конечно. Я сейчас не могу ей сказать. Мы обязательно это обсудим. Я даже вижу в ней образ, образ, скажем, российской героини. Вот. Я думаю, этот образ вам российской героини. Что это значит, российской героини? Российской певицы. Я думаю, мы можем этот образ одеть на вас. А что за певица? Это пока тайна. Это пока тайна. Продолжит Макс Комаров, наш психолог. Здравствуйте, Римма. Меня зовут Максим. И с вами, наверное, мы поработаем и пытаемся разобраться в ваших каких-то сложных жизненных ситуациях. И как-то вместе найдем выход вперед, к свету. Макс, скажи, пожалуйста, а вот по внешности нашей героини можно ли определить, все ли у нее гладко в жизни? Ну, по внешности нет. Только побеседовав, поговорив с ней, наверное, мы сможем определить. Хорошо, мы ждем от тебя поддержки психологической для Риммы. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, следующая очередь Татьяна Азаровой. Татьяну Азарову тебе, наверное, не надо представлять. Татьяну Азарову знают все. Тань, пожалуйста. Здравствуйте, Риммочка. Ну, в принципе, все вы меня знаете. Я специалист в своей области. Мне нужно познакомиться с вами лично, побыть в какое-то время с вами. Мне нужно узнать, какой образ жизни вы ведете. Ну, я немножечко краем уха услышала, сколько вам лет. Но я думаю, что природные данные у вас неплохие. Просто я думаю, что вам надо прибавить лоска немного. А так вы неплохо выглядите. Спасибо, я надеюсь на вашу. Все. Поможем вам. Спасибо, Татьяна. Большое. Ну, и, конечно же, специалист, который сделает тебя моложе, красивее, я так надеюсь. Дим, правда, ты поможешь. Здравствуйте, Римма. Здравствуйте. Приятно вас видеть здесь на нашем проекте. Рим, что вы хотели бы сами в себе изменить? Ну, хотела бы, конечно, очень много чего изменить. Хотелось бы добавить чего-то такого нового. Красоты, молодости. Ну, это на самом деле абстрактно. Мы, когда с вами будем консультироваться перед операцией, мы с вами все подробно обсудим, все ваши какие-то кожные излишки, какие-то морщины, еще что-то. И уже примем какое-то решение по плану действий, как нам преобразить вас. Ну, в первую очередь, так как мы с людьми разговариваем и смотрим в глаза, я бы поработал с зоной вокруг глаз. Вот, то есть на верхних веках, на нижних веках. Обалу у нашей Римочки хороший, красивый. Есть нарушение гравитации, гравитационный тост в средней зоне лица, мы постараемся его подкорректировать и улучшить. Ну, носогубные складки и, думаю, форму губ немножко улучшить. Спасибо, Дим, большое. Спасибо большое, уважаемые эксперты. Ну, вот наша героиня, я надеюсь, что вы готовы с ней работать. Теперь вы с ней увидитесь уже только непосредственно у себя. Спасибо большое. Римма, добрый день. Здравствуйте. Как бы вам хотелось выстраивать наш делок на ты, на вы? На ты. На ты, здорово, хорошо. Мне это будет проще. Хорошо. Мне тоже на ты проще, так более, наверное, ближе. То есть более понятно. И я бы, наверное, немного хотел про тебя узнать, услышать, что тебя, может быть, тревожит, что тебе интересно, чего бы хотелось здесь немножко прояснить. Во внешности своей, конечно, немножечко не то, что тревожит, не нравится, хочется изменить себя. Хочется что-то исправить, что-то внести какое-то новшество в себе, что потом себе понравится, конечно. Я надеюсь на то, что это так и случится. А сейчас пока у тебя с принятием себя какая-то сложность? Ну, есть такое немножко, да. Что меня, конечно, беспокоит. Вот встаешь, утром смотришь на себя в зеркало и что-то уже думаешь, ой, ну что-то уже не то. Хочется выглядеть получше, помоложе, покрасивее. А как ты себя сейчас здесь проживаешь? Насколько тебе комфортно или, может, вам может быть? Ну, мне очень комфортно, удобно. Нравится общение. Я вообще такой общительный человек. Просто немножко, как будто, ну, это я чуть фантазирую, что немного скованность. Есть, да, скованность есть, потому что же, как, впервые ты общаешься, тем более на камеру. Оно немножко сковывает. А как что-нибудь сделать, чтобы тебе было покомфортнее, поудобнее? Ну, это я сейчас настроюсь, и все, я буду располагать. Супер, хорошо. Есть какая-нибудь интересная тема, которую тебе хотела бы, может быть, обсудить здесь, сейчас? Ну, я не знаю даже, какая могла бы меня затронуть сейчас тема. Ну, самая актуальная, твоя сегодняшняя тема. На сегодняшний день самая актуальная для тебя. Ну, конечно, изменения в себе. Хочется все-таки выглядеть, чтобы быть себя любимой. Чтобы быть для себя, чтобы принимать себя лучше. Да, лучше, конечно. Ну, я надеюсь, как бы на этом проекте ты научишься и внешне себя принимать, и внутренне тоже. То есть, какие-то свои внутренние части научишься принимать. И, как бы, если тебе будет интересно, мы в дальнейшем можем проработать более детально твои какие-то более для тебя интересные вещи. Чтобы тебе было комфортнее именно внутренне. Хорошо? Хорошо. Все? Супер. Я буду рада общению и в будущем, и в настоящем. Классно. Прежде чем Римма окончательно преобразится, мы решили предложить ей небольшой мастер-класс по хореографии из три пластики. От президента Федерации шестовой акробатики и полдэнса, а также главного тренера женского фитнес-клуба «Санрайз» Ольги Чао Тун-Кун. Здравствуйте, Римма. Здравствуйте. Как у вас дела? Очень хорошо. Готова потанцевать? Да, готова. Какое у вас сегодня настроение? Вы знаете, да, что в танцах можно выразить абсолютно все эмоции, страсть, ненависть, любовь, нежность и что угодно. На что вы готовы сегодня? Я с прекрасным настроением. Хочу феерический танец, незабываемый. Хорошо, пойдемте. Для того, чтобы быть женственной, необходимо чувствовать себя свободно, раскованно, быть уверенной в своих движениях и каждый свой шаг делать с грацией и мягкостью. Я понимаю, что это надо обязательно заниматься собой, обязательно спортом, чтобы себя поддерживать в форме, выглядеть не только лицом, но и телом. Внутри у меня уже прям такой огонек, такое тепло, что я буду так выглядеть прекрасно. Ну а в будущем, конечно, я хотела бы встретить человека, который бы меня полюбил такую красивую, молодую, интересную. Именно такие занятия с акцентом на плавность смогут показать, насколько Римма готова к общению с мужчиной. Как у нее развит язык жестов и язык тела. Возможно, ей нужно будет еще походить на уроки женственности. Все-таки первый раз это только проба. Не зря тренер Ольга Джао Тунг-Кун всю жизнь работает над своей невероятной пластикой. Ну, не сказала, чтобы я сейчас чувствовала себя очень хорошо, немножко боли есть небольшие. Но так, в принципе, я очень рада, что я участвую в проекте. Я, конечно, благодарна всем тем, кто меня пригласил. Я вижу уже результат, что он меня очень радует. Даже окружающие люди меня настолько от моей внешности в восторге. Говорят, ты такая красивая. Немного усилий над собой, и Римма все-таки повторяет какие-то движения за тренером. Иногда не без растерянности на лице и недоумения. Что ж, не сразу все получается так, как у Ольги. Движения у пилона даются ей особенно нелегко. Не хватает грации, и ноги иной раз просто не слушаются. Все. Спасибо, Римма, за занятие. Смогли вы получить те эмоции, которые вы ожидали от тренировки. Спасибо большое, Оля, за проведенный урок. Я очень была в восторге, очень рада от урока. Я хочу еще приходить к вам посещать ваш клуб. Спасибо огромное. Я хочу подарить вам абонемент на занятие по стрепластики, чтобы вы занимались, становились женственней, получали удовольствие. В назначенный день Римма готовится к операции. Ее уже встречает хирург Дмитрий Прокопьев. Он принимает решение сделать все манипуляции за один раз. Все манипуляции – это верхняя и нижняя блефаропластика, липофилинг и установка нитей Аптос для более четкого контура и овала лица, который чаще всего, к 47 годам, немного плывет. Конечно, Римма волнуется. Но в течение операции она ведет себя достаточно спокойно. Плюс такого подхода к хирургическим вмешательствам – это легкая анестезия, после которой нет последствий. Итак, Дмитрий Прокопьев приступает к работе. Он, как всегда, сосредоточен, но при этом все-таки общается с пациенткой. Для того, чтобы Римме действительно стать значительно моложе, ей придется убрать лишнюю кожу верхнего и нижнего века, наполнить объемом скулы и округлить щеки методом, называемым липофилинг. То есть собственный жир пациента вводится в нужные зоны, а также закрепить достигнутый результат нитями Аптос, которые прекрасно будут держать лицо, вернее сказать, его овал, в течение нескольких лет. Дмитрий Сергеевич доволен операцией. И вскоре мы увидим результат. Для того, чтобы Римме полностью реабилитироваться после операции, а также достичь того результата, который нас всех будет радовать, и в первую очередь саму Римму, на помощь проекту до и после приходит врач-косметолог клиники «Дивоэффект» Диана Курбанова. В послеоперационный период Римма все-таки недовольна собой, хотя и не показывает этого. Отеки на лице все еще держатся. Кожа после операции недостаточно увлажненная. Поэтому Диана делает Римме лазерный пилинг. Эффект от него наступает практически сразу, буквально через несколько дней. Диана делает Римме инъекции гиалуроновой кислоты и, прежде всего, увеличивает губы. Вы не поверите, но с помощью гиалуроновой кислоты можно откорректировать также и нос, убрать горбинку, выровнять спинку носа, приподнять его кончик. Диана выравнивает Римме нос также с помощью инъекций. Во время преображения косметолог Диана Курбанова продолжает работу, начатую пластическим хирургом Дмитрием Прокопьевым. И поэтому решение омолодить шею она также принимает. После всех процедур Римма практически готова попасть в финал проекта. Сегодня я познакомилась с Риммой, с очередной нашей героиней. Мне очень понравилось работать с ней, потому что Римма, она знает, что она хочет, она достаточно уверенная в себе и ее поход к косметологу был не первый. Для улучшения качества кожи я предложила сделать процедуру на Эрбиевом лазере, так как видела на ее лице расширенные поры. Это бывает тогда, когда кожа в молодости была жирной, но постепенно высохла. После чего мы увидели заметный эффект, поры подтянулись, качество кожи улучшилось, увидели значительный лифтинг эффект и сглаживание рельефа. Далее я предложила сделать небольшую коррекцию объема губ, так как мы увидели немножко дефицит нижней губы и решили его немножко подправить гиалуроновой кислотой. Также мы произвели коррекцию спинки носа препаратом на основе гиалуроновой кислоты, что придало ей более милый вид. Римма беспокоила ее область шеи. Она даже говорила, что она не может носить открытую одежду и старается носить рубашки, которые она застегивает под горло. Для улучшения качества кожи и придания тонуса коже шеи, я предложила ей пройти процедуру на эрбиевом лазере. После эрбиевого лазера остались небольшие заломы в области шеи, и я предложила ей ввести филер на основе гиалуроновой кислоты в эту зону. Римме 47 лет. Она очень красивая, яркая женщина. Но те возрастные изменения, которые происходили на ее коже, мешали ей чувствовать себя моложе. После проведенных процедур лицо стало значительно лучше, стало более привлекательным, и Римма стала выглядеть значительно моложе. После всех косметологических операций Римма действительно стала выглядеть иначе. Теперь мы готовы передать ее в руки стилиста и визажиста, чтобы обеспечить полноценную встречу с героиней в финале программы. Дорогие друзья, все преображения наших героинь в проекте «До и после» проходят абсолютно бесплатно. Если вы видите себя героиней нашего проекта и хотите участвовать, присылайте свою фотографию и короткий рассказ о себе на этот электронный адрес. Желаю вам удачи! Теперь мы встречаемся с Риммой на студии Дан Кейджи. Она слегка волнуется и переживает. Конечно, ей не терпится узнать, какой она будет в самом финале, что именно придется примерить и совпадут ли образы с тем, что она обычно носит. В первом луке мы нарядили Римму в классическую юбку-карандаш, но ярко-желтую, туфли-лодочки и джинсовую куртку с принтом для сохранения свободного стиля. Все-таки задача наших стилистов еще больше подчеркнуть молодость героини, которую она вновь приобрела на нашем проекте. Второй лук также естественный, но еще более свободный и также построен вокруг джинсовой куртки. Или куртка просто дополняет его. Надеемся, Римма останется довольна подбором одежды. А вот третий ее образ мы все увидим на нашей героине только в самом финале. Прошло почти полтора месяца, и Римма готова к финалу. Мы тоже ждем, не дождемся этого дня. И вот Татьяна Азарова в привычной ей атмосфере красоты уже начала работать над образом нашей очередной героини. Она делает Римме объемную укладку, выкладывает локоны и подчеркивает ее естественную молодость легким макияжем. Лицо от этого становится еще моложе и свежее. Но в то же время акцент в этом макияже сделал глаза яркими, а тон лица идеальным. Последние штрихи, и Римма готова к оценке экспертов. Когда ты что-то делаешь с душой, это всегда чувствуется. В нашем ресторане в каждом блюде, в каждой детали, в каждом уголке есть частичка нашей души. И, наверное, именно это делает атмосферу нашего ресторана особенной. Еда в ресторане – это не просто процесс. Это ритуал, который делает нашего гостя немного счастливее. Мы готовим не просто блюда, мы создаем произведение искусства. Гурманы, которые ищут что-то особенное, всегда найдут в нашем ресторане интересное сочетание вкусов и получат эстетическое удовольствие. Барашек стал давно культовым местом нашего города. И сегодня мы делаем все, чтобы эти ощущения гостей не проходили никогда. Уважаемые эксперты, приветствую вас. Мы снова на проекте «До и после» и теперь на финале с нашей героиней Риммой. Приветствуйте ее. Ну, я думаю, аплодисменты, наверное, самим себе, потому что эта работа, пожалуй, достойна ваших аплодисментов и аплодисментов наших зрителей. Героиня реалити-шоу «До и после» Римма Усманова пришла на проект в надежде стать моложе и привлекательней. Римме 47 лет. Она воспитывает двоих детей и мечтает о мужчине рядом с ней. Напомним, что в течение проекта Римме была сделана пластическая операция, с ней работали психолог, стилисты и косметолог. Она прошла мастер-класс по стрип-пластике и теперь Римма выглядит практически идеально. По крайней мере, она стала заметно моложе. Римма, ты готова на себя взглянуть? Романтичный. Ну, да, такой романтичный, такой, женственный, простой, такого, как бы, не напрягает даже. Римма, ты можешь ближе подойти и посмотреть на себя, посмотреть на мейк, посмотреть на волосы. Ты женственно выглядишь? Это как раз то, чего тебе не хватало. Я думаю, что женственности... Я помолодела на лет 10. Ну, хорошо. Я думаю, что мы можем продолжить тогда с экспертами разговаривать. Ты на себя не похожа. Ты так сказала. Почему? Просто не ожидала, что так я буду резко на себя не похожа. Вообще никак. Впечатления просто... Эмоции зашкаливают. Это не я. Не плачь, это не я. Такая красивая. Ты крезвый, да? Не плачь, пожалуйста. Я безумно рада всей команде, что вы со мной поработали. Это что-то. Сегодня я поработала с Риммой с большим удовольствием. Настолько позитивная дама. У нас очень такой, вот знаете, я придумала очень такой легкий, романтичный образ ей. Это нюдовый макияж, но немножечко чуть поярче я взяла оттеночки. Я хотела подчеркнуть ей красивые глазки, красоту глаз. У нее прямо сейчас блеск в глазах, да? Она такая зеленоглазая. И это очень-очень ее освежило. Она такая романтичная. И даже когда она красилась, еще себя не видела, она видела реакцию других людей. И она понимала, что им всем нравится это все. И она от этого была прям довольна. Прекрасный результат. Это самое большое впечатление моей жизни. Это запомнится навсегда. Я никогда это не забуду. Аселя, ну, вы познакомились с Риммой уже достаточно близко. Ты в курсе ее вообще деятельности по жизни? Ну да, конечно. Мы с ней познакомились очень близко, пообщались. Я узнала сферу ее жизни, то есть чем она занимается, чем бы хотела заняться. Далее, по типу фигуры у нее получается тип фигуры Мерлин Монро. Я вам порекомендовала делать акцент на плечи, потому что у вас тип фигуры грушевидный. Далее, стиль ваш, это романтика плюс классика. Как Татьяна сказала, вот, что она и сделала вам макияж такой более романтичный. Также мы одежду подобрали вам более романтичную. Спасибо. Я учту ваши замечания, примечания в будущем. Дорогие эксперты, спасибо большое, что вы потрудились над Риммой. Мы сделаем вывод, что все-таки изменения во внешности не влияют немножко на внутреннее состояние. Но это уже к нашему психологу. Наверное, тебе надо продолжить ходить к Максиму Комарову. Уважаемые эксперты, спасибо большое. И Римма, поздравляю тебя еще раз за участие в проекте. Благодарю. Я очень благодарна. Я хочу позвать сюда Элю. Пожалуйста, Эль, выйди. И я думаю, что ты можешь тоже поздравить маму с тем, что подходи ближе, не бойся. Я очень удивлена, что ты так преобразилась. Мне очень нравится это. И я тебя все равно люблю такой, какая ты есть. И до этого, до преображения, конечно, я тебя любила. Но сейчас стал намного лучше, моложе. Эль, как думаешь? Ладно. Преполняет, да. Молодец, молодец. Я тебя хотела спросить, вообще, когда ты первый раз увидела маму сегодня, что ты почувствовала? Твоя это мама или нет? Ну, сначала я, конечно, начала сомневаться, но до этого я видела ее и, конечно, постепенно я привыкла к ее новому образу. А ты как-то поддерживала ее за время нашего проекта? Конечно, да. Я каждый раз говорила ей о том, какая она красивая, несмотря на то, как она выглядит после операции, там, отеки. Ну, все равно это все прошло и намного лучше. Спасибо большое за поддержку, спасибо, Эля, большое, что пришла к вам. Спасибо вам. Спасибо, Римма, дорогие эксперты. Спасибо. Не все наши героини морально готовы к полному преображению, но наша сегодняшняя героиня Римма исключение. Она давно мечтала о том, чтобы выглядеть моложе и стать еще привлекательней. Меня зовут Ольга Че, вы посмотрели реалити-шоу до и после. Пока. Субтитры подогнал «Симон»